Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня приглашаю вас на такие девичьи посиделки, где будем рассматривать покупки обуви, одежды и аксессуаров на распродаже. И не только, у меня очень много всего интересного, поэтому не буду затягивать, присаживайтесь поудобнее и поехали! Начнем с одной из таких ярких и необычных вещей среди моих покупок. Это удлиненная рубашка с длинным рукавом нежно-лимонного цвета, они есть в разных размерах и в разных цветах, с вот таким объемным цветком. Он не снимается, он пришит уже на постоянную основу. Такой цвет очень красиво выглядит с бежевым, с коричневым, с джинсой, вообще просто супер! Очень довольна! Мне кажется, что в составе есть хлопок, но это не стопроцентный катон. В комплекте идет шнурок из такой же ткани, как сама рубашка и вот такой лимонный цвет, нежный, очень выигрышно смотрится с джинсой, со светлыми вещами, даже с коричневым цветом. И я буду составлять образы с этой рубашкой и с брюками, и с юбками, как с мини, так и с миди. В общем, классная! Две вещи из магазина Кос, в Кракове его нет, поэтому приходится заказывать онлайн. Я вообще купила чуть больше всего, но остальное пришлось вернуть, так как оно мне не подошло. Первое это футболка белая, но необычная. Она как будто, знаете, помятая, такая вот сжатая. Смотрится оригинально, и даже в каких-то супер простых нарядах она уже как будто придает вашему образу интересность. Белая футболка это то, что изнашивается, и вместо обычной белой я решила взять такую, и даже просто с обычными джинсами голубого цвета, с курткой косухой, с кедами уже выглядишь стильно. И эта футболка оверсайз немножечко, она у меня в размере XS и сидит достаточно свободно. Мне нравится то, что рукав не обтягивает, он не слишком короткий, вообще прикольная футболка, и она навсегда останется в таком состоянии, хотя я даже не буду пытаться ее разгладить. Между прочим, это еще очень удобно. Вторая вещь от кос, это не то кофта, не то свитер, скорее кофта. Они всегда мне нравились у кос, и жалко, что не было каких-то цветов поярче. Может быть, бургунди, бордо, вот ищу сейчас что-то такое, может, в новой коллекции будет. Это такая вещь структурированная, которая держит форму, там плюс-минус. И здесь в составе есть шерсть, причем ее тут не как кот наплакал. 50% шерсти и 18% хлопка. Немножко полиэстера, чтобы это все не скатывалось. И такого плана вещи я планирую носить и как с юбками, так и с брюками, даже с джинсами. И вот, казалось бы, очень простая вещь, но за счет того, что она держит форму, и тоже если присмотреться, то сама по себе вот эта вязка трикотажа, она чуть-чуть буклированная. И тоже не выглядит как что-то супер простое, скорее лаконичное, но при этом стильное и элегантное. Нижнятина от H&M. Это платье тоже из актуальной коллекции, не из распродажи. Но оно очень хорошо пошито. Здесь хлопок с ольном, платье с подкладкой. Оно может немножко растягиваться. Я уже не смогла купить размер XS, не была в торговом центре. И онлайн я его не нашла, поэтому номер артикула оставлю вам в инфобоксе. Смотрите, спереди у нас такие как бы выточки. Оно сидит и по фигуре, но при этом не увеличивает нас. Очень объемный рукав, который красиво смотрится на плечах. И это платье можно носить по-разному. Вы можете или спускать вот эти плечики, или же наоборот поднимать их, как, наверное, предполагалось. Хотя платье очень красивое, воздушное. И я знаю, что даже одна моя зрительница приобрела его себе на роспись. Сзади разрез и вот такая резинка. То есть оно вроде как сидит по фигуре, но все равно не слишком обтягивает. Я взяла себе размер S. В моем случае нужно было брать XS, потому что это такая ткань, такой материал, который имеет свойство немножко растягиваться. Дальше рассмотрим несколько новинок от бренда Lily Silk. Я ценю то, что я могу сама выбрать какие-то новинки, которые интересны мне, поделиться своим мнением, составить с ними какие-то образы. И у меня уже достаточно много вещей от них. Я очень довольна качеством. И у них есть не только шелковые изделия, хотя они уже очень много лет специализируются в производстве именно шелковых изделий. Это не только одежда, но и постельное белье, наволочки, всякие пижамы. Очень много всего интересного. Если вы ищете что-то качественное для себя, заглядывайте к ним или на подарок, например. У меня еще и будет скидка для вас. Я пропишу в инфобоксе и потом об этом обо всем скажу. И помимо шелковых изделий, я хотела бы обратить ваше внимание на их осенне-зимнюю коллекцию с шерстью, с кашемиром. Они очень хорошо носятся, они не скатываются, не растягиваются. И за счет того, что это базовый гардероб, хотя даже можно сказать капсульный, потому что у них есть разные модели. И нарядные на каждый день и на работу. Вы можете составить для себя прям, знаете, вот такую базу, которая будет хорошо сочетаться между собой. И первое, что я заказала себе из их актуальной коллекции, это вот такие шоколадные шелковые брюки. Причем шелк здесь вот такой, знаете, тяжелый, он лоснящийся, он очень приятный. И цвет настолько благородный. Я давно искала себе какие-то не супер светлые брюки. И при этом, чтобы я могла носить их и летом, и зимой, и осенью, в любое время года. Они очень качественно сшиты, причем, вы знаете, нигде не тянут швы. Всегда все идеально прошито, нигде ничего не тянет. И где-то там, где необходимо, у них добавлена подкладка. В этих брюках подкладки нет, они не просвечиваются. Сюда, собственно говоря, не низкая цена, потому что это и высококачественный материал, и сам пошив. Они отменно подойдут не просто на работу, там с какой-то блузкой, с рубашкой, но и также даже в летних образах, с какой-то панамой, со шляпой, с небрежно завязанной рубашкой или с каким-то топом. Конечно же, осенью надеваем свитер, сапоги, лодочки. И вот эти брюки настолько широкие, что в них поместятся любые сапоги. У Лили Силк мне импонирует то, что они умело сочетают базу, классику и при этом современный крой. Это те вещи, которые будут служить вам годами, а не на 1-2 сезона. Конечно же, для моих зрителей есть промокод Ося, он дает 20% скидку на все заказы, или аж 25% при заказе от 480 долларов или евро. Вся актуальная информация будет, как всегда, в инфобоксе, и там же я укажу вам размеры вещей Лили Силк. Абсолютная нежность и изящество – это комплект тоже из летней коллекции Лили Силк из белого шелка. И даже сама по себе юбка такая нелегкая. Шелк и не плотный, и не тонкий. Прям такой, как надо. И юбка застегивается на замочек сбоку и крючок. В ней есть карманы, но самое главное, что в ней есть подкладка. И я не знаю, сколько метров ушло на пошив такой юбки, но материала здесь использовали очень много, и его точно не пожалели. Можно взять или комплект, или по отдельности юбку, или топ. Топ мне придется немножко ушить, потому что мне тут не хватает объема. Топ тоже из такого же шелка плотного, и он с подкладкой. Он абсолютно не просвечивается на широких лямках и застегивается сзади на замочек. Ох, как мне хотелось бы оказаться в нем где-то в Тоскане, на красивой вилле. Или я могла бы еще раз, например, выйти замуж. Я шучу, но действительно очень красивый сет, который можно носить вместе по отдельности. Потому что, например, такой топ я буду надевать под всевозможные жакеты. Я люблю кроп-топы, и если вы смелая девушка и носите просто так, то можно с брюками на завышенной талии, даже с шоколадными. Ну, очень красивый образ, плюс аксессуары, какая-то сумочка. И я жду повода, чтобы все это надеть. На распродаже в Mango заказала лаковые шлепанцы на небольшом устойчивом каблуке. Вся обувь у меня будет в 38 размере, как-то так сложилось, хотя у меня 37 с половиной. Такие же шлепки представлены в черном цвете. Стоят они сейчас недорого. Даже моей ноге после травмы удобно. Всю свою обувь на высоких каблуках и, как раньше для меня, средних я обувать не могу. Но вот этот не ощущаю, и они хорошо сидят на ножке. Универсальный цвет, и для всех буквально каких-то летних нарядов они очень хорошо мне подходят. Продолжаем с Mango. Я засматривалась на костюм из льна, вот такого яркого, зеленого, жизнерадостного цвета. Он есть еще и в беже. Ну, бежевых вещей у меня и так достаточно, поэтому заказала себе этот. Он, между прочим, еще и на хлопковой подкладке. Я взяла себе и жакет, и брюки. И я взяла себе его в двух размерах. XS и S. Жакет XS обычно мне подходит в Mango. А тут я оставила себе брюки XS, а жакет S. Вот так странно как-то. Здесь светлые пуговки. И даже со светлыми шлепанцами с той же распродажей. Вообще здорово смотрится. Я люблю костюмы, всякие комплекты, потому что это максимальная вариативность. И вместе, и по отдельности можно составить очень много разных нарядов. И что касается брюк. Изначально я надела S, и они сидели безупречно. Но спустя 5 минут они растянулись. И мне пришлось взять XS, чуть-чуть походить, чтобы они растянулись. Иначе S с меня просто-напросто спадает. Жакет не слишком оверсайз, такой вот знаете, как надо. Актуальный крой, но не чересчур. Цены в Mango, конечно, очень повысились. Особенно на такого плана вещи. А вот на распродаже выгодно. Также на распродаже Mango взяла себе кремовое платье. Ну да, без этого никак. I'm sorry. Оно не просто миди, а как колокольчик расширяется книзу. С горловиной, с длинным рукавом. И у нас очень часто какие-то мероприятия в школе. Каждые там 2-3 недели. И даже если взять какую-то аккуратную сумочку, обычные сапоги, аксессуары, ты уже элегантная леди. И еще Mango заказала себе кардиган. Приятная цена у него сейчас. Он у меня в размере S. Из плотной такой ткани. Даже не ткань, а трикотаж. Чуть более холодный оттенок, чем у платья. Потому что платье молочно-кремовое. Трикотаж здесь не супер тонкий. В целом я довольна. Это, наверное, лучшее, что мне удалось найти вообще. И в актуальной, и не в актуальной коллекции масс-маркета. Рукав я себе всегда подкатываю. Но он не короткий. У меня размер S, и он прям длинный. Спереди с карманами. И у нас очень часто и не холодно, но и не жарко. Что-то непонятное. И вроде как в шортах, в чем-то таком тоже уже некомфортно. И я думаю, что я буду носить его даже в конце лета. Однозначно в начале осени. Это как пальто-кардиган, но оно не застегивается. Зато у меня есть еще одна ранняя покупка. Сейчас это тоже на распродаже. Пока что не надевала, но подумала, что мне не хватает вот именно такого пояса-шнурка. Они были разных цветов в заре. Я взяла себе кремовый, потому что темный у меня есть. И вот такой светленький. Его можно абсолютно по-разному завязывать. И даже вот это платье, кардиган, этот шнурок, какие-то классные стильные сапоги или лодочки, лоферы, что угодно. И уже все. Я себя чувствую максимально уверенно. При том, что вещи вроде как, знаете, и не кричащие. Я лучше всего ощущаю себя не в чем-то таком, знаете, очень необычном, ярком, экстраординарном, а наоборот, в какой-то актуальной классике или в базе с чем-то таким интересным. Аксессуары – это, наверное, то, что меня даже больше интересует, чем сами по себе какие-то очень-очень необычные вещи. Они мне не супер идут, и мне сложно потом составлять с ними наряды. Из базы в Лилисилке я также заказала себе блузу, которая надета на мне. Только посмотрите, как красиво она переливается. И я в восторге от цвета, потому что он песочно-бежево-золотистый, очень универсальный. У них есть разные расцветки. Тут чуть тоньше шелк, и это тоже хорошо, потому что она, знаете, так не стоит, она в движении, просто работает вместе с вашим телом. В ней не жарко, и она с длинным рукавом. Также пуговки здесь вот такие жемчужные, и качество оно всегда отражается также в деталях, в таких мелочах. Такая блуза для меня не только на официальные какие-то мероприятия или праздники. Я ношу такие вещи даже в повседневных каких-то нарядах. Ну и, конечно же, если вам нужно что-то на какое-то торжество, то она очень хорошо подойдет. Из летней коллекции Лили Силк я также заказала себе вот такой обычный-необычный топ, потому что он не просто с открытыми плечами завязывается на какой-то шнурочек на шее. Здесь целая система, металлический вот такой жгут. Это прям конкретная такая деталь. Она хорошо сделана и из темного материала. Топ сам по себе очень воздушный, в нем совершенно не жарко. Насколько я помню, он был в нескольких расцветках, но я решила себе взять вот такую. Это кремово-зеленый цвет, причем такая зелень, как я люблю. Между прочим, он еще и такой немножко удлиненный, то есть вы без проблем сможете его заправить там в юбку или в шорты, в какие-то брюки. Конечно же, носим с белыми брюками палаццо или же надеваем с юбками и даже с обычными шортами из льна. Я уверена, что он понравится очень многим и если закажете, то вы точно не пожалеете. И самое смелое, между прочим, тоже Лили Силк, в чем вы могли бы себе меня представить, это шелковый костюм. Но я буду носить эти вещи и по отдельности. Брюки точно такие же, как шоколадные и цвет огонь, потому что он такой яркий, золотисто-солнечный. И добавляя какие-то аксессуары, например, коричневые, да, тоже с золотом, можно уже так идти куда-то на свадьбу, на крестины, не знаю, куда угодно. И очень жаль, что этот костюм появился у меня уже после всех наших праздников в мае. Но, тем не менее, я обязательно найду, куда его надеть даже на тот же Новый год. Я не уверена, что он еще продается, если есть, то присмотритесь, если для вас такие брюки это слишком смело или комплект, можно выбрать одну блузку. Я надеюсь, что Лили Силк выпустит такие блузы в разных расцветках, потому что она очень простая, с одной стороны, но за счет того, что это хороший шелк, она как будто вытягивает вообще каждый образ. Представьте себе вот эту блузу, даже с черными или с коричневыми брюками, добавляешь сережки, какие-то лудочки и образ куда угодно готов. Очень удачно, она ничего не обтягивает, не подчеркивает недостатки, наоборот, их корректирует. То же самое можно сказать о модели брюк. И несмотря на то, что это такой яркий цвет для многих, я могу сказать, что он универсальный. Потому что и с кремовым чем-то хорошо будет смотреться, и с черным, с коричневым. Если вы брюнетка, то вы будете просто зажигать все взгляды вокруг. У меня еще есть две недели, чтобы подумать, оставлять или нет. Тоже в Mango заказала вот такие золотистые лоферы. У меня есть темно-коричневые, похожего плана. Их тоже уже не мешало бы обновить, но я подумала, возможно, эти будут тоже вот таким акцентом к базе. Посмотрим, как у меня это получится. Я люблю купить что-то дома, надеть, покрутиться, посмотреть, как много каких-то образов у меня получится с чем-то. И если один-два, то возвращаю, если больше, то окей, остается. Сами по себе лоферы достаточно удобные, но мне кажется, что они будут очень быстро царапаться. И я тоже взяла себе 38 размер. Со скидкой неплохо, учитывая то, что они кожаные. Но они есть там и в обычных каких-то цветах, не таких кричащих. На распродаже в Заре мне не то, чтобы много чего понравилось, хотя посылок у меня было штук 5. И решила оставить только вот этот светлый жакет кремового цвета. Но он интересен тем, что он текстурный. Опять-таки, базовое, но с изюминкой. Здесь, к сожалению, синтетическая подкладка. И вы не поверите, при таком количестве жакетов, которые у меня есть, у меня только один светлый. А мне хотелось еще что-то на лето. Особенно вечером у нас бывает прохладно. Я не знаю, что сейчас с погодой. Очень часто вечера в Польше такие свежие, назовем это так. Сам по себе жакет классный. Мне нравится то, что он и не слишком объемный. И при этом тоже смогу надевать его на все случаи жизни. И у меня размер XS в случае жакета. Еще в Заре нашла шлепки ко всем моим около милдовым нарядам. Кое-что интересное, они просто коричневые. Они плетеные. Я вообще думала о плетеных типа лодочках. А потом подумала, что это более удачный вариант на каждый день. Но они нелегкие. У кого устают пятки, имейте это в виду. И у них спереди, видите, расшиты тут разные камни разных цветов. Девочки, в этой жаре совсем забыла вам показать еще одну вещь на осень. Из распродажи в Заре это пальто, накидка, кардиган. Очень воздушная, с 9% шерсти, объемная. Она у меня в размере S. До сих пор с этикеткой. Я думаю, отдавать или нет, но скорее всего оставлю. И здесь вот такой интересный элемент в виде шарфа, который фиксируется на петельке на плече. На мой рост метр шестьдесят два, они высокие. Она однозначно будет лучше смотреться с какими-то брюками или джинсами ближе к телу. Но они у меня спрятаны в органайзере на осенне-зимний сезон, который я сейчас не стала доставать, извините. И также стоит добавить, что она не застегивается полностью по длине. Только вот здесь на небольшую пуговку и на одну побольше с лицевой стороны. По бокам у нас разрезы большие. И со второй стороны здесь все еще этикетка. Как видите, она удлиненная сзади. Нераспродажная Zara. Но очень быстро разбирают эти шлепки. Если вы ищете что-то такое интересное и даже можно сказать нарядное на лето, на невысоком каблуке вот такие босоножки карамельного цвета. И мне очень нравится вот это милашество спереди. И посмотрите, какие бляшки такие квадратные с бантиком ко всевозможным платьям из льна, к широким брюкам, к шортам, к чему угодно. И это, наверное, не самый устойчивый каблук, который у меня есть. Но, во всяком случае, он невысокий. Еще решила не приносить, но, наверное, покажу вам в примерке. Платье миди. Ярко-красного цвета с открытыми плечами. И вроде как смело для меня. Я, конечно, не буду носить такое каждый день. Но почему-то я себе в нем нравлюсь. Несмотря на то, что оно полностью обтягивающее, немножко там подчеркивает какие-то недостатки и фигуры. Но, тем не менее, оно красивое. И я влюблена в красный цвет еще с прошлого сезона. Наверное, оно таки останется. В резерт заказала несколько вещей. Начнем с обуви. Вот это было у меня еще раньше до скидок. А потом я прочитала, что через пару дней начинается распродажа. И думаю, кто я такая, чтобы переплачивать? Поэтому взяла себе эти босоножки. Уже со скидкой. Тоже в 38-м размере. И как раз такой каблук, как я сейчас могу себе позволить. Мне наоборот, потихоньку нужно менять положение ноги. И очень аккуратно ходить. У меня вывих коленостопа. Точнее, надрыв связок в нескольких местах, что редко случается. Но если я планирую в этой жизни носить каблуки, то нужно с чего-то тоже начинать. Ой, шутки шутками, девочки. Но вот такие очень лаконичные, супер простые босоножки тоже хорошо подходят вообще к каждому платью, к сарафану, к юбкам и так далее. И каблук вот такой, вы знаете, на каждый день это тоже терпимо. Это то, в чем я могу ходить. Потому что раньше вот такая шпилька для меня уже сейчас была на выход. На распродаже в резерв вы найдете самые красивые какие-то хлопковые, муслиновые костюмы или костюмы из льна. Я люблю и дома в таком ходить, и где-то с собакой. Знаете, для меня это униформа на каждый день. Но я также, когда иду на пляж тоже, чтобы не заморачиваться с вот этим, вот знаете, что подходит, не подходит. Беру, все подходит, и потом уже по ходу дела разбираюсь, что к чему. Вот этот костюм я заказала вообще без каких-то, знаете, особых надежд. Думаю, посмотрим. Хотелось чего-то более яркого. Костюм из муслина с длинными брюками. Он такой приятный. Брюки на резинке, и размер S для меня прям в пол. Но я это не планирую носить с каблуком, а с плоским ходом. И укороченный топ. Широкий взяла себе XS. Ну, потому что он и так свободный. Куда там S наоборот будет длинный, и непонятно вообще, что происходит. Такая кофточка с расклешенным рукавом. Нет, я вас обманула. Ну, может быть, чуть-чуть. Короче, он не заужен, как минимум. И также не обтягивает. Очень стильный костюмчик. Сам по себе на сайте, может, как-то не играет. Но шлепки, пляжная сумка, какой-то кулончик, сережки или просто очки. И все. Очень мягкий муслин. Я вообще обожаю эту ткань, особенно на лето. Так что, кто искал, там разнообразные варианты. Просто шорты, просто рубашка. Вместе по отдельности, как пожелаете. Но по качеству они действительно хорошие. У меня уже подизносились мои карамельные шлепки из Zara, которые были у меня во всех цветах. И я искала что-то более такое элегантное, классическое. Менее пляжное, наверное, так. И я купила эти шлепанцы со скидкой. Еще до начала распродаж. В Reserved они кожаные. И они сейчас еще, по-моему, с максимальной скидкой. Это какая-то премиальная типа линейка у Reserved. Не с тонкой перемычкой. И спереди вот такая бляшка еще. Точнее, сбоку. Похоже, есть Massimo Dutti и так далее. Но, честно, они вообще ничем не отличаются от вот этих из Reserved. Я гуляла в них не просто, там, знаете, на 5 минут выйти, куда-то пройтись. А целый день по Вене, как турист. И они мне не натерли. Хотя вот эта вот шлейка спереди, если у вас очень такие нежные ножки, то, возможно, вам будет давить. Но у меня все в порядке. И, кстати, они мне ни разу не натерли так, чтобы мне понадобился пластырь. А это уже достижение. К широким брюкам, к шортам, к платьям, к чему угодно. Такие гонять на каждый день, но при этом не выглядишь, как только что с пляжа. И то, что вы могли видеть в нарядах, поэтому, наверное, покажу здесь. Хоть это тоже не масс-маркет, это Алик. Вот такая необычная история. Можно, между прочим, заказать не с футболкой, а отдельно. Вот такой цветок. Он застегивается, то есть это как брошка. Но я взяла себе футболку. Она хлопковая, она плотная. Как, знаете, темно-темно-серый цвет с розовым в сочетании. Необычно, смело, стильно. Мне такое нравится. Я за, при всей моей любви к скромности, к бежево-коричневым тонам. Кайфую от этого образа. Цветок не помялся, он пришел прямо в таком состоянии. Я видела, что они продаются отдельно. Найду ссылку и для вас, если вам такое нравится, и вы хотели бы попробовать носить такое. Как видите, вещи у меня из максимально разных категорий, ценовых сегментов и магазинов. Надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. А теперь пока-пока. И я пошла прохлаждаться, потому что очень-очень сильная жара в эти дни в Польше.